Привет, мой друг! Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники! Московское время 23 часа 21 минуты. 31 число, седьмой день недели, воскресенье. Значит, сегодня у нас кино по, как я обещал, книгам по электронике. Так, вот такая книжка. Вот к ней идет DVD-диск, даже ни разу не смотрел, не смотрел. Значит, сейчас я глаза. R.S. Баширов и R.S. Баширов. Так, Сергей Амманович, Александр Сергеевич. Наверное, это что-то родственники, я так думаю, судя по инциалам. Значит, никакой практической ценности на данный момент это вообще не имеет. Ну, пусть давайте посмотрим, что писалось в 2008 году. Тем более, утверждение то, что они реально работающих схем. Крик, что тут пишется? Книга, смотря на базные. Ну, так сказать, я сам второй раз ее листаю. По-моему, она еще тогда была устаревшая. Что тут у нас? Нет, что-то на импортном даже есть. Так, интересно, лут-плата или нет? Ну, навряд ли. Ладно, давайте посмотрим. Бегло, так сказать. Сейчас, где у нас указочка тут шильцы. Нет, шильцы, давайте в кандашках. Серия основан в 2007 году. Значит, регулятор мощности. Так, ну тут уже антиковая, пошел КРС. 1182 ПМ1, навряд ли, где вы найдете. Так, сенсорный регулятор освещения. Сенсорный регулятор мощности с тронным управлением. Аккустический включатель освещения. Электронные кодовые замки. Кодовый замок с их ключом. Моя любимая тема. Миниатюрный звонок NUM-S7. Квартирный звонок NUM-S7-8. Мы с вами тестер слушали все. Какие были в наличии микросхемы, тоже послушали. Так, программируем музыкальный автомат. Синтезатор речи. Но это 8-битный программируемый говорящий автомат. Что-то меня уже заинтриговало. Так. 4-битный программируемый говорящий автомат. 8-битный. Так, блоки питания. Светодиодно-электронный фонарь. Так, приносной ково-приемник. Это уже антиквариат. Радиомикрофоны. Мультиметр с мальтийским измерением. Это вообще ужас. Летящий на крыльях ночью. Давайте посмотрим. Так, регуляторы мощности. Будем потихоньку листать. Мы с вами много чего посмотрели советского. Еще и журнал радио. 60-х годов ждут свой участок. Но, к сожалению, не имею я времени их полистать. Но обязательно полистаем. Так, вот такой регулятор. КТ-31, КТ-315. Ну, это вот моментально советская база. Хоть можно даже еще пониже. Ну, электронный виде, я думаю, что этой штуки нету. Эти мишки. Электронный более... Журнальная серия. Так. А потом посмотрим. Ну-ка, есть откуда это я-то. Вкусно в таких книжках есть. Вот цена 124 рубля. Лет 15 назад. С CD-диском. И брал грубые кармашки под него. И брал, в принципе, под него. Нет, откуда взято-то ничего не написано. А зря предыдущие. Книжки мы смотрели. Были показания к первоисточнику. Ну, ладно. Так, регулятор мощной микросхемии. М-м-м-м-м. Клата от чего? А. Это плата предыдущего. Вот это. Плата от этой штуки. Так, регулятор мощности. 400 вольт напряжения питания. Швейные машинки, вентиляторы. Так, 1,4. Где у нас 1,4? Это вот это. Так, 1,5 до 1 киловатта. Это вот следующее чудо. Так, 1,6. Плавное включение лампы. И выключение. Такое включение лампы существенно в 10 раз продевает срок службы. Хотя, вроде как, она... Ну да, она перегорает, в принципе, момент включения-выключения. Нет, это... Как же она называется-то? Вольфрамовая. Обычная лампочка-накальник, которую уже практически о них забыли. Хотя, вот у меня сейчас настольная лампа освещает эту книжку, и от нее такой жар идет. Пролистать бы все. Так, простой регулятор освещения. Это вот. Печатная платка. Так, сенсорный нагулятор освещения. Нападение микросхемы КР-1880 ДПМ-1. Сенсорный добавить. Ух ты! Ну, это вот выглядело когда-то вот так. КА-561 и Е11. Ну, у нас уже, да, проблемы с... с этими микросхемами. Хотя, старинный магазин еще с 90-х работает. Так, цифровой регулятор мощности с эвестиционным управлением. Что-то они на этой микросхеме зациклились. Так, это что? Так, это предыдущий. Так, вот она. Я думаю, сейчас это никто строить не будет. Сейчас все намного проще. Так, восьмой год. Десять. Однадцать лет прошло. Причем, откуда они взяли эти схемы, еще вопрос. Все это безнадежно устарело. Так, акустический выключатель освещения. Хлопок и щелчок. Сейчас он китайцам, мы смотрели. С пультика все это включается, так что это... Ну, может быть, для того времени, даже для того века. Это была, конечно, крутизна немеренная. Сейчас это очень устарело. Вот жалко, конечно, нет первого источника, откуда все это взяться. Вот, по программе. Так. Еще и тут программировать на дне. Кулемет я вам не дам. Так, электронный код в рамки. Ну, может быть, еще и актуально. Так, вот это описано. Ключ замка представляет свою пластину для любого подходящего непрозрачного материала. Текстолит, не пропускающий это излучение. Я так понимаю, светодиод и фотоодиод. И комбинация... А, вот ключ. Вот это ключ с отверстиями. Интересное техническое решение. Заинтриговала. Сплатка-то есть? Так, сплаты есть? Сейчас посмотрим, где тут. Слай 2. Х, это 1. Расположение элементов 2. фото, светодиоды 3. Это сам ключ. Так, электронный кнопочный, кодовый замок, кнопочный. Следы на кнопках... Нет, это мы городить не будем. Повторюсь, жаль, нет, откуда все это наворована, эти схемы. Как налаживаем, почему налаживаем? Говорит того, кого поймали, а это просто взято из общего доступных источников. Так, кодовый замок с ключом. Ну-ка, повторюсь, китайцы сейчас плитами это все безнадежно устарело. Давайте ускоряться, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Может, для того времени это было очень-очень-очень, то сейчас это пустой перелистывание страниц. Так, кодовый замок с бутоном на блэпке. Ну, как-то это вот так вот дело. Повторюсь, нет первоисточника, это очень плохо. Может, было бы там в электронном виде все спокойно посмотреть. А тут просто мельтешение перелистывание. Согласен, что формат подачи материала вообще никакой. тут чисто в исторических целях. электрон сейчас в будильнике. Вот это тема. Тема. КР-145-19-11, советская, наверное. Катуртонут, сетка, накал. Проще купить на вид, будильник с таким индикатором. Что это все строить уже не будет. Так, электронные музыкальные звонки МС-7. Вот мы с вами подробно все изучали. В свое время я только не хапанул вот этой схемы. Вот она сходимая, только у меня попроще. Даже печатная плата есть, смотрите. Питание-то 3 вольта. В качестве тестера намного все проще. квартирный замок, звонок с питанием от сети. Давайте подробнее, может, кого-то заинтересует. У нас еще этника схемы продаются. Что тут нагорожено? Платка. Платка сейчас никогда не сображу. Звязкальная или даже не звязкальная даже не знаю как он бесит. перевернуты даже. Ужас какой-то. Ладно, будем мозги засорять. Так, музыкальный автомат. Нас уже не заинтересует. Давайте ускоримся. Все дела давно минувших дней. кроме кроме программируемый на чем говорящий ты. Когда ты увидел вот так за это речи. Те кровь от ветчиках эта штука применялась. прибавим ходу. Надо полчаса уложиться. Так, миниатюрный блок питания это кошмар, еще тут наматывать что-то надо. Не, не пойдет. блок питания гипереносной аппаратуры так, мельком. Сейчас его полно. Схема на сверхъярких светодиодах. может быть. Давайте ТЭЙКС. Хотя сейчас китайцы завалили всякими фонариками глюптук деньги купить. когда ты выглядел вот так. Это вот само описание. Бросиль. миниатюрный электронный фонарик. Появление СМД компонентов. Запомни как они хоть называются. Сейчас забываю. вот как это выглядело. Светодиодные светильники. Это тоже. Все это дело давно минувших дней. Описание. А. Это светодиодная лампочка. Ее мое. Наверное. Эй. Ну в принципе до 30 светодиодов. Какие светодиоды? Схема. Сколько 70 светодиодов? Так. 9,11. Вот. Семь светодиодов. Это кошмар какой-то. У меня кстати подобная лампочка того века еще наверное кстати не очень она ярко светит по сравнению с современной. Она у меня как дежурный свет. Это так сказать одна из первых так КВ-приемника я думаю нам вообще не заинтересуется. хотя FM диапазон 808-108 давайте поподробнее по-моему на китайском алиэкспрессе есть конструктор прием китайский приемник в разобранном виде только по-моему вот катушки тут мотать опять нет так радиомикрофон давайте быстренько все заканчивается вот эта книжка про строймикрофон на транзисторах так ну восьмом году еще интернет был мало развит так что может быть для того времени ничего книжечка так беспроводный стереотелефон когда-то это выглядело вот так не будем тормозить входим на финишную прямую так интеллектуальное зарядное устройство нет это слишком интеллектуальное так давайте так еще утверждаем авторы книжки утверждают что они реально все это рабочие потому что они сами это все сделали все-таки это маркетинг на уход это надпись кошмар так миниатюрную систему невыблюдения даже что делает так в общих чертах даже не будем застрять так систему дуу летящий на крыльях ночи это подожди моторчики для игрушки можно использовать спорт в ок аться застрять мотор-то делать дела давно минувших дней да это для игрушки кстати вот тогда не будет лево-право вот жалко его нет первоисточника вперед оба двигателей вперед вправо правый вперед левый назад назад оба двигателей влево еще был бы точно уверен что это заявленные так вольтметр с автоматическим мультиметр то есть давайте посмотрим ого как я предполагал кто сейчас этот будет строить еще на таких микросхемах ну когда тут кто-то человек построил масштабность конструкции так программаторы даже не будем сейчас же никто не поймет что тут хотят так так Баширов Сергей Лианович Баширов Антон Сергеевич такая специфическая книжка в принципе ничего мы с вами такого не подчеркнуло но вот может быть до 2008 года было и познавательно сейчас это антиквариат ну до новых встреч продолжение следует вот еще тут мельком посмотрим помимо такого же плана я так думаю до новых встреч продолжение следует так сколько мы за 25 минут уложились до новых встреч положение следует вот